История сокровищница наших деяний Помимо всего прочего, Чита еще известна и тем, что по ее территории протекают две реки, это Ачетинка, Ингада, и есть еще озеро Кенон. Но уже мало кто помнит, что есть еще одно озеро, которое лежит в Черновском районе около поселка Сибирске. Это озеро называется Швейка, но названо оно не в честь брала солдата знаменитого героя Романа Ярослава Гашика. На самом деле, название имеет совсем другую историю. Глядя на спокойную поверхность этого водоема, на стаи уток, которые прилетают сюда каждым летом, на маленькие пляжи по берегам, трудно представить, что может скрываться на дне. И еще труднее поверить в то, что под водой на глубине примерно 15 метров на дне стоят корпуса бывшей швейной фабрики. Именно из-за фабрики озеро Швейка и получило свое название. Утонувшая фабрика была филиалом Читинского швейного объединения Забайкалья. Тут шили ватники, матрасы, строчили комплекты постельного белья, халаты и другую немудреную, но востребованную продукцию. В народе ее так и называли Швейка. События одного дня поставили точку в истории предприятия. Мы находимся в селе Зыково на западной окраине Читы. Когда-то здесь было крупное водохранилище, куда стекала вода от речки, которая называется Жирейка. В 1990 году воды после продолжительных дождей скопилось так много, что дамба была прорвана и огромный поток хлынул на трассу Чита-Иркутск. Но вместо того, чтобы затопить дорожное полотно, вода внезапно ушла под землю. Как вспоминали очевидцы, вода, которая ушла под землю в районе трассы Чита-Иркутск, через заброшенные штольни бывших горных отработок, нашла себе дорогу и вышла на поверхность там, где в низине и стояла швейная фабрика. Это было глубокой ночью. Швейка тонула, когда на фабрике была только женщина-сторож, она успела отцепить собаку и побежала на гору. Жившие неподалеку люди услышали страшный гул. Они выбегали из своих домов, поднялась паника. К счастью, поселок Сибирский стоял на возвышенности и дома не пострадали. Сейчас трехэтажный корпус фабрики покоится на дне, а про озеро ходят городские легенды. От самов-людоедов до упокоенных тут в 90-е годы бандитов и коммерсантов. Это был очередной выпуск программы «На этом месте». Друзья, если вам известно что-то о малоизученных фактах из истории нашего города, об интересных местах, звоните, пишите телефон, электронный адрес вы видите внизу экрана. И рассказывайте, делитесь с нами. Также вы можете оставлять сообщения в комментариях под этим материалом в нашем телеграм-канале «Запру» и в ютубе. А я с вами прощаюсь и до следующей недели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!